Группа луганских школьников вернулась из поездки по святым местам Украины. За месяц дети посетили Киево-Печерскую, Святогорскую и Почаевскую лавры. Из поездки привезли Вифлеемский огонь мира. Что удивило и что понравилось юным паломникам, узнавала Анастасия Волкова. 12 школьников вернулись из поездки в три лавры Украины. Почти месяц они приобщались к жизни в монастырях, ходили на службы, питались постной едой. Дети выехали 17 грудня из города Северодонецка. Были в Святогирской лавре. Уже вечером мы поехали потягом до Киева. 18 грудня были в Киеве. Мы могли ознакомиться с Киево-Печерской лаврой. Были также на открытии ялинки на Софиевской площади. В Северодонецк ребята вернулись довольные. На встрече с представителем духовенства рассказали, что запомнилось больше всего. Мы реально встретились с уваженнейшим киевским и всеукраинским митрополитом Ануфрием. Он принял нас доброе. Он подарил нам подарки и благословил. А потом он попросил нас до своей еды пригостить вкусными стравами. Больше всего, наверное, запомнился Почаевский храм, преображенский который. Там он строится, нам сказали, с 2009 года. И там все выполняется в технике мозаика. Очень красиво все так, очень атмосферно. Кормили там по-другому. Не было мяса. Пирожные там были тоже постные. Вернулись не с пустыми руками. От служителей Софиевского собора в Северодонецк привезли бифлеемский огонь мира. Мы только с летака привезли в огонь бифлеемской земли. Мы попросили, чтобы группа детей из Луганщины, чтобы раздать всем деткам. Когда мне сказали, что поездка пришла чудово, что поездка, дети не хворели, дети все встегли всюду, что было в них запланово встегли, то, конечно, я задоволен и дякую Богу. После первой удачной поездки организаторы хотят устраивать такие туры постоянно. Анастасия Волкова, Роман Царевский. Подии.